Божья Матерь Божья Матерь Божья Матерь Божья присылает эту икону на Русь, присылает ее благоверному великому князю Юрию Долгорукому. И Юрий Долгорукий, который строил и Москву, в то время оставляет ее в Ижгороде, в монастыре, в свое время основанном благоверной княгиней Ольгой, явноапостольный матерью народа нашего, которая совершила первое крещение русской земли еще до благоверного князя Владимира. Сын Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский, после разорения Киева татарами, монголами, переносит эту святыню в Северную Русь. Хочет установить ее в Суздале, в своемудельном княжестве, там, где предполагал, будет его столица. Но Божья Матерь судила иначе. И лошади встали в несколько другом месте, не доезжая в Суздале. И это место стало потом резиденцией благоверного князя, так называемое место Боголюбова. Столицей русского княжества и русской земли стал город Владимир. Вот в этом Владимирском соборе, в Успенском, построенном в XII веке, икона Божьей Матери хранится. Хранится вплоть до XIV века. И в конце XIV века, во время нашествия хана Тимирлана, она приносится в Москву. Это 1395 год. С того времени она уже пребывает в Москве. И ее не стали, не дерзнули перенести в новую столицу в Санкт-Петербург. Она осталась в древней русской столице. И пред этим образом Богородицы совершалась вся жизнь, державная жизнь русского государства. Потому что хранилась она в Успенском соборе Московского Кремля. И вот сегодня что мы празднуем? Мы празднуем событие, так называемое, стояние на Угре. Вот сегодня Алексей уже нам рассказал об этом событии. Когда монголо-татарские войска стояли на реке Угре и хотели разорить Московское княжество. А войска Ивана Третьего на противоположной стороне стояли. И так продолжалось несколько месяцев. И когда русские войска стали отступать в Боровску, то татарские войска почему-то вместо того, чтобы форсировать реку, стали убегать. Убегать обратно в свои степи. Вот этот момент считается концом монголо-татарского ига, концом того разорительного пленения, которое было большим испытанием на Руси. Это обретение нашего суверенитета, можно сказать. Это день России. День Руси. Древней Руси нашей. Но, с другой стороны, этот еще и день, конечно, знаменателен нам тем, что кровь не пролилась в этот момент. Кровь не пролилась. Не было никакой кровопролитной битвы. Бескровно Божья Матерь разрушила вот эту власть иноземную, инородную над нашим Отечеством. Пришло к этому уже время определенное. И в новых уже реальностях крепла и укреплялась российская государственность. Мы знаем, что испытаний потом было очень много. Но неизменно перед ликом владычицы Пресвятой Богородицы происходили венчания на царство русских царей, поставления в митрополиты московские в Успенском собору Московского Кремля. Даже в синодальную эпоху, когда столица была перенесена, коронация императоров совершалась не в Петербурге, а в первопрестольном грани Москве, перед образом Владимирской Пресвятой Богородицы. Не надо сказать, что когда в России был свергнут царь, и Николай II перестал править русской государственностью, революционные события февральские, казалось бы, люди в смятении находились. Но в том же 1917 году произошло очень утешительное событие. В конце этого 1917 года на Всероссийский престол был поставлен в патриархия святитель Тихон. И выбор жребия, кому стать патриархом, был произведен не только через голоса членов поместного собора, но через жребий, который вынимал старец Зосимовой пустыни Алексий Соловьев, как раз и около образа Владимирской Божьей Матери, как бы подчеркивалось таким образом, что державная владычица и властительница земли русской, и пресвятая Богородица. И от лика Богородицы, свой жребий, святительство получил святитель Тихон Всероссийский. И вот, казалось бы, на очень скорбный период времени обречена была русская земля и русская церковь в XX веке. Храмы рушились, расстреливалось и уничтожалось духовенство. Темная ночь сгустилась над нашим Отечеством. Казалось бы, никогда не будет. Русь восстановлена в своем прежнем качестве. Не сможет вернуться к вере отцов. Казалось бы, в 30-е годы, казалось бы, ну все уже бесполезно. Всякое какое-то возрождение невозможно, никакие усилия. Все епископы находились в лагерях, кто-то был расстрелян. И вот мы видим, как чудесным образом тот же руководитель советского государства, который совершал это страшное разрушение церкви, вызывает в 43-м году русских митрополитов на свою дачу, которая вот здесь находится в нескольких сот метрах от нас, в Кунцево так называемое. И совершенно противоположное принимает решение о том, чтобы созвать поместный собор русской церкви. Тот же самый человек. И Господь вот так меняет всю реальность, меняет представление правителя. Ну ладно, его бы там убили, или бы он умер, или другой какой-то уже человеку власть. Нет, тот же самый. И на праздник Владимирской иконы Божьей Матери. В Москве 8 сентября 43-го года совершается поместный собор, совершается избрание патриархом Сергия Строгородского, и опять русская церковь обретает свое возрождение. Опять улика Владимирской иконы Божьей Матери. Поэтому патриарх Сергий, понимая, кому обязаны мы вот этой новой победой, освящает храм в домовой своей резиденции в Чистом переулке в Москве в честь Владимирской иконы Богородицы. И в этом храме до сих пор патриаршей резиденции хранится тот образ, который мы называем радуйся невестами невестное или умиление Серафима Дивеевская. Вот эта святыня с Олегом хранится вот в этом Владимирском храме в Чистом переулке президенции, в Московской резиденции святейших патриархов. Вот такое явление к нам милости Божией. И, наконец, можно вспомнить 93-й год, когда опять темные тучи сгустились как бы над нашим Отечеством. И казалось, что неизбежен распад, как Советского Союза произошел распад, а так и распад Российской Федерации, и кровопролитное противостояние в обществе различных групп, политических сил, неизбежно должно все превратиться просто опять в анархию и в разрушение. И опять Владимирская икона Божией Матери по просьбе святейшего патриарха Алексея была принесена в Богоявленский собор града Москвы, при нем совершен Мадегом. И милостью Божией, хотя и пролилась кровь, но она была, конечно, не в тех масштабах, как это все могло быть, противостояние это сошло на нет, была принята тогда вот так институцией, 93-го года, и все-таки Россия удержалась на каком-то шаге от пропасти страшной гражданской войны. И опять милость Божия, как патриарх Алексей II об этом свидетельствовал, была явлена нашему Отечеству через Владимирский образ Пресвятой Богородицы. Наш храм посвящен этому образу. Вот этот маленький, деревянный, небольшой храм, но освящен в честь покровительницы Руси Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Мы с большой любовью и с трепетом совершаем в дни Владимирской Богородицы службу и спрашиваю Пресвятой Богородице благословения на строительство каменного храма, которое уже начало совершаться в нескольких шагах от того места, где мы сейчас стоим. Мы просим Пресвятую Богородицу, чтобы она распростергла свой покров над всеми нами, дала нам мудрость и силу, возможности финансовые и человеческие, и интеллектуальные, чтобы это строительство совершилось, чтобы в этом храме, который будет посвящен Успению Пресвятой Богородицы, совершалось богослужение, чтобы люди приобщались в вечной жизни, у чаши бессмертия, совершали очищение себя в таинстве покаяния, преображали свою жизнь благодатными силами церкви, чтобы наше Отечество возрождалось через возрождение каждого из нас. Если мы каждый будем идти на пути спасения, по пути спасения, то и Отечество наше, оно будет укрепляться, крепнуть, и у нас, у всех, и у наших детей, и внуков будет будущее. Молитвами Пресвятые Богородицы Господь, да, благословит землю русскую и приход наш один.